Привет! Ты на канале Прогавта. Сегодня наша гость Лена, представитель студенческой молодежи. Лена закончила украинский вуз и выбирала, в каком вузе мира заканчивать магистратуру. Как Лена оформляла документы, какой вуз выбрала и как там училась, сегодня в нашем блоге. Ну что, поехали? Поехали! К решению учиться за границей я пришла где-то в конце второго курса университета. После того, как приехала из Америки, я ездила вначале по обмену work and travel, так сказать, попробовать как мне будет житься одной. Без мамы, без семьи, далеко от всего. И после этого я себе твердо решила, что я бы очень хотела учиться за границей. Было глупо с моей стороны бросить там на третьем курсе университет, поэтому целесообразно было доучиться 4 года и планировать уже что-то на магистратуру. Вместо того, чтобы бросить здесь, здесь не доучиться, не факт будет, что там, допустим, получилось. Вот как сделали многие мои знакомые, кто ездил в тот же год на work and travel. Поэтому и у меня я взяла себе как бы форс в один год, чтобы подумать, где я хочу учиться, на кого, точную специализацию, что бы я хотела. И поэтому уже, когда дело подходило к четвертому курсу, я твердо знала, куда я хочу, чего я хочу, что я хочу. Ну, как-то так. Я начала с того, что мне надо было сдать тест по английскому. Я пошла на третьем курсе, ну, вот уже как бы все раскачалось, где-то в сентябре месяце я пошла попробовать свои силы, потому что я никогда до этого не сдавала IELTS, вообще не знаю, что это за система. Английским активно не пользовалась очень долго, поэтому мне надо было знать, есть ли у меня шанс вообще, потому что нагонять английский за такой короткий промежуток времени, как я бы хотела, да, за третий, четвертый курс, но это тяжело. Я пошла сдала тест, и тест показал, что в принципе, ну, и преподаватели мне потом сказали, что в принципе шансы есть. То есть есть живой английский, есть база, есть с чего стартовать, и я просто не знаю как бы формата самого теста. Я к нему не готова, и, ну, как бы я растерялась, грубо говоря, потому что 4 часа – это все давление, это все нервы, и это все незнакомые для меня вещи. Ну, по-честному, так у меня был слабый уровень письма, потому что у меня были проблемы, там есть определенная структура, которую я, ну, до этого не знала, грубо говоря. У меня там был большой пробел, но с говорением и с аудированием у меня было все очень хорошо, как будто я уже какое-то время училась за границей. То есть у меня это давалось хорошо, и я когда пришла, ну, не пришла, я проконсультировала, грубо говоря, с человеком, который готовит кайлдс, и он мне сказал, что если бы у вас не было там, грубо говоря, в говорении такого хорошего результата, то мы бы не брались, потому что слишком короткое время на подготовку. А так как видно, что английский вы знаете, просто не знаете систему, то есть смысл пробовать. И мы начали пробовать. У меня были сомнения между Англией, все говорят, что там хорошее образование, также у меня был вариант Нидерланды, Германии и Штаты. Когда дошел вопрос до выбора, ну, то есть надо было что-то выбрать и к чему-то, грубо говоря, стремиться, то, к сожалению, я уже до самого последнего момента не могла сдать письмо. У меня, ну, такой мой человеческий фактор, я плохо формулирую предложение. То есть я очень много чего хочу сказать, у меня очень много мыслей, и мои мысли, как бы, ну, опережают мои действия, в общем. И я в одно предложение стараюсь впихнуть все, что мне впихнулось в голову. И видно из-за этого у меня балл не позволял мне поступить в Нидерланды, как я хотела, потому что там все-таки для права, это, наверное, самый лучший вариант. Вот, и я посмотрела, что я, куда я по баллам прохожу, какие приблизительно вузы более-менее. И я выбрала Америку, это для меня была уже знакомая страна, с одной стороны, да. Мне все-таки нравился менталитет, мне все-таки нравилась более-менее культура. Конечно, у меня были вопросы после первой поездки, у меня были страхи, опасения. Вот, но я уже более-менее знала, чего от Америки можно ожидать. И Америка все-таки, если смотреть топ-вузы, да, в рейтингах Америка все-таки впереди. Америка, Англия. И я, у меня было несколько вариантов. Один Нью-Йоркский вуз, но там специализация, то есть вуз сам специализируется на экологическом праве. Экологическое право, это то, что мне категорически не дается, и то, что тяжело для меня. И второй вуз был в Бостоне. Бостон довольно статусный город, там находятся лучшие вузы мира, да. И я выбрала, называется Северо-Восточный университет в Бостоне. Он и по рейтингам неплохой, и программа там классная была. И он специализировался больше на криминальном праве. То есть там была сильная база профессоров, и школа сильная криминального права. Поэтому мой выбор остановился на этом вузе. Там варьируется пакет документов, как я поняла. И если это именно в Америку, да, то это результат теста. Причем для Америки это предпочтительно не IELTS, это TOEFL. Америка это 90% TOEFL, то есть на IELTS они ставят выше балл. То есть IELTS в теории сложнее сдать, да, потому что на него стоит выше ценз, порог. Вот, это документы, ну это уже такие, это уже визовые документы, да, о том, что вы можете позволить себе учиться в Штатах. Документы, ну как бы подтверждающие, что вас что-то привязывает к вашей стране, такое как недвижимость, проверяют все ваши связи родственные, то есть где работают родители, сколько родителей получают, официально ли работают, выписки вся с банка, выписки по зарплате за последний год, по-моему, или полгода, я точно не помню. Ну и всякие пакеты документов, вроде как медицинские справки, обязательно диплом о том, что вы закончили здесь университет, да, ну и сопутствующие документы, но это уже более визовые документы, чем для университета. Им важно было мой средний балл, грубо говоря, аттестата, и важен был мой результат IELTS. Я поднимала еще ведомости о том, какая моя успеваемость здесь, в Украине, и был минимальный порог, да, 75 баллов, ну то есть 75, чтобы был процент общей успеваемости за все эти 4 года. Это включает в себя не только оценки, это и практика, это и защита курсовых. Ну, в общем, все на свете, чтобы средний балл этого, то есть средний балл по диплому был не ниже 75. Также очень-очень-очень важно для поступления в заграничный вуз ваши достижения помимо учебы, то есть насколько вы активный человек социально, да. Так как я занималась, ну, всю свою жизнь занималась танцами, да, 17 лет прозанималась, то какие-то достижения у меня были. У меня там были не просто там какие-то дипломы, да, были какие-то серьезные награды, серьезные поездки, всякие благодарственные письма и тому подобное. Это сыграло серьезную роль. Также я подавала ведомости о том, что я какое-то время занималась благотворительностью, я работала в благотворительном фонде, ну, как СММщик, грубо говоря, да, я вела благотворительный аукцион. Это тоже был плюс, мне этот благотворительный фонд потом дал, ну, как бы, письмо-подтверждение о том, что я действительно там работала, с официальной печатью, с подписью руководства, со всем этим. И это, можно сказать, вот это вот все сыграло, наверное, более весомую роль, чем мои оценки в ВУЗе. Потому что, ну, ложа руку на сердце, не самый я успешный студент в своем университете. И мой средний балл, ну, был выше минимума, но мне казалось, что можно было бы, конечно, и лучше. Помимо прочих документов, важной составляющей еще есть резюме, которое называется CV, в котором тоже есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Такие, как ваши навыки, и правильно себя подать в резюме в очень короткой форме, описать все свои самые сильные стороны. Включить туда все образование, опыт работы, если был, обязательно указать, потому что это такой момент, который, ну, не все знают, указать практику. Практика у них считается, как официальный опыт работы, идет, в принципе, вам в плюс, как кандидату. Да? И самое важное из всех документов, это мотивационное письмо. Как его составлять, что туда включать, это отдельная, большая-большая тема. Главное доходчиво, достаточно кратко, емко описать, кто вы такой, почему именно вы, ну, грубо говоря, превосходите других кандидатов, почему вам важнее это место, чем другим, и чем этот конкретный вуз, а не другой, вас заинтересовал. То есть надо как бы и вуз похвалить, и себя преподнести с правильной стороны. И мотивационное письмо должно быть сильное. То есть должна быть какая-то сильная причина, да, индивидуальная. Каждый для себя ее сам ищет. Индивидуальная причина, чтобы зачислили вас, а не всех остальных, там, миллион кандидатов. Ну, утрижие. Расходы на переезд, это вообще очень такой щепетильный вопрос, так как Бостон сам по себе один из самых дорогих городов, и Массачусетс один из самых дорогих штатов, то расходная сумма была очень высокая. Минимальная аренда, да, она у каких-то заоблачных денег стоит. Плюс ты переезжаешь, практически все жилье не оборудовано под жизнь, то есть там нет ни стола, ни стула, ну, грубо говоря, да, ни тарелки, ни ложки, и это все докупается за счет студентов. Плюс страховка, ты обязательно должен быть застрахован, а страховка в Штатах – это дорого, то есть где-то две с половиной тысячи долларов – это только будет страховка. Также весь расходный материал по проживанию, то есть вы заезжаете, грубо говоря, в пустое помещение, и начиная с кровати, заканчивая ложками и вилками на кухне, придется оплатить за свой счет. Это так как Бостон находится далеко от Икеи, где-то в трех часах, то надо будет оплатить там такси, грубо говоря, 150 долларов туда-назад, и надо будет там еще провести, ну, где-то полдня, выбирая самую там дешевую, но хорошую мебель. И, как говорят в Америке, самое важное для студента – это кровать. Поэтому на выбор кровати, конечно, уходит очень много времени. Кровати и матраса. Помимо всего прочего, надо будет рассчитывать на то, что Америка, ну, я, грубо говоря, говорю о том, о своем опыте, да, что Америка предполагает все очень мелкие расходы, которые, конечно, в конце месяца выливаются в большую сумму. Вроде как проезд – это тоже довольно дорого, как телефон – это вообще… Телефон – это вообще отдельная тема. Уходит где-то на расходы телефона, да, где-то 80 долларов в месяц. Плюс еда, за счет того, что дорогой штат – дорогая еда. Единственное, что было более-менее дешевое, так как Бостон – приокеанический город, то есть рядом с океаном находится, были дешевые морепродукты. Ну, соотнося с ценами всей Америки, то, в принципе, было более-менее. Но вся остальная еда, конечно, очень дорого. Вопрос платы за обучение чуть-чуть отличается от украинского. Человек на стипендии в Штатах – это не человек, которому полностью покрывают расходы по обучению, по крайней мере, не в первый год. Для американца стипендии – это покрытие какой-то части обучения. И в зависимости от того, какая стипендия, там есть разные ее виды, то есть разные суммы, разные назначения, за разные, грубо говоря, заслуги, покрывают разную сумму вашего обучения. Полностью покрыть обучение практически невозможно. Я просто подавалась на стипендию, и мне покрыли, грубо говоря, большую часть обучения. Вот, то есть они, грубо говоря, дают какой-то процент от общей суммы. То есть есть стипендии, там, 15%, есть стипендии, там, 25%, есть стипендии 50%, но 100% стипендии нет. Для человека, приехавшего из-за границы, 100% обучения не покроют нигде. Ну, в Штатах точно нигде. Если брать то, что человек приезжий, да, в Киеве, ему надо будет оплачивать, там, грубо говоря, проживание, питание и все остальное, то я думаю, что выйдет где-то приблизительно одна сумма. Если постараться попасть на хорошую стипендию, на хорошие условия и выбрать для себя место, где, ну, грубо говоря, не так затратно жить. То есть, если сравнивать там Северную Каролину, да, и Бостон, то в Северной Каролине можно прожить на гораздо-гораздо меньшее деньги, чем в Бостоне. Там, получается, все программы магистрские, там в зависимости от специализации, но в основном они год-полтора. Но год это имеется в виду не академический год, а год календарный. То есть, грубо говоря, все полные 12 месяцев. Четыре, там все считается, начиная с магистратуры, все считается в четвертях, поэтому, грубо говоря, у вас будет четыре четверти. Я пошла чуть-чуть другим путем. Так как моя конечная точка изначально была Нидерланды, я со своим украинским дипломом напрямую на магистратуру в Америке попасть не имею права. И чтобы приравнять кредиты, которых мне не хватало в Украине, то есть есть, грубо говоря, какие-то академические кредиты, академические предметы, не относящиеся к праву, а относящиеся к системе образования в общем, ну и включительное право, потому что все-таки разные системы права, которые надо было выбрать. То есть их надо было доучить. Я, проведя год в Бостоне, грубо говоря, сравняла свой украинский диплом с американским. И после этой программы я уже могу беспрепятственно и без лишних нервов поступать в любой вуз США. У меня есть средний балл, там GPA называется средний балл, то есть это считают проценты, часы, кредиты, все-все вместе добавляется, делится как-то по их системе, и получается средний балл. И на основе этого среднего балла я уже могу поступать в вузы Америки, а не на основе балла, который у меня был в Украине. То есть, грубо говоря, получила американский бакалаврат на основе того бакалаврата, который у меня был в Украине. Я пока была в Бостоне, поняла, что Америка для меня была, есть и будет слишком странная, слишком чужая. Менталитет у людей, ну, в общем, мне не очень понравилось, и все-таки я изначально хотела в Нидерланды. И я пока была в Америке, пока училась, я подала документы в вуз в Нидерланды, в Лейденский университет, который очень, ну, в правовом поле, да, он в рейтингах стоит намного выше, чем в бостонский. Вот, я подала все вот эти документы перечисленные, и буквально через два месяца мне пришел ответ, что меня зачислили. И я просто доучилась то, что должна была доучиться, выпустилась, получила свой диплом в Северо-Восточном университете, забрала, и вот сейчас готовлюсь уже ехать в Нидерланды дальше по своему пути. Это будет Advanced Masteries, то есть тяжелее магистратура, чем обычно, то есть, ну, как бы сильнее магистратура. И все-таки я выбирала этот вуз по направлению, который я бы хотела изучать. И этот вуз, у них кафедра, ну, у нас говорят кафедра, у них, ну, как бы, грубо говоря, направление, да, оно специализируется в безопасности в интернете. То есть, это, грубо говоря, как оно называется, Law and Digital Technologies, то есть, это включает в себя безопасность информации ЕС, личную безопасность, киберпреступность. В общем, все-все, что бы я хотела изучать, оно все связано с интернет-пространством, с авторским правом, с правом интеллектуальной собственности. В общем, все будет изучаться на этой кафедре. То есть, я скорее выбирала кафедру и университет, но скорее кафедру. Тоже 12 месяцев программа, то есть, написано, что с 31 августа по 31 августа. Она включает, каждая из этих программ, они делятся по четвертям, и третьей из четырех четвертей ты обязан работать, то есть, получать какой-то интерншип. В большинстве случаев об этом заботится вуз, но в Америке об этом, грубо говоря, заботился и вуз, но больше полагалось на тебя. То есть, в случае, если бы я осталась в Америке, мне нужно было бы самой искать себе рабочее место на эту третью четверть. А так как мой вуз конкурировал, грубо говоря, с MIT, с Гарвардом, с BU, с Boston University, то есть, мне было бы намного сложнее это сделать, и если бы я этого не сделала, то диплом бы я не получила. То есть, риск был слишком велик остаться вообще без диплома. И взвесив, да, все за и против, я, конечно, выбрала Нидерланды. После обучения, вообще, в идеале, конечно, я бы хотела вернуться и заниматься чем-то таким, которое связано с международным правом, но здесь. Здесь, ну, здесь это такая молодая сфера деятельности, где ты можешь себя проявить. Для них это уже не новость. Для Украины на сегодняшний день это новость, это что-то, с чем не имели до этого дела, да. Оно есть, но оно в зародыше. То есть, есть шанс в этом раскрыться, ну, грубо говоря, раскрыться на полное и получать от этого максимум удовольствия и максимум прибыли. То есть, в идеале я бы хотела так. А так, мне надо пока сложно говорить, потому что я еще не попробовала. В какой именно узкой специализации мне лучше пойдет? То есть, или это охрана прав детей, или это что-то будет связано с ЕС, или это какая-то будет кибербезопасность, или все-таки интеллектуальная собственность. Это надо будет уже смотреть по ходу обучения. Как оно мне пойдет? Конечно, выходя из аэропорта и попадая в другую страну, не растеряться невозможно. Но мой совет, как человек, который растерялся, лучше все погуглить. В гугле есть все. То есть, грубо говоря, погуглить, как не растеряться в Америке, и вам выбьют все возможные приложения, начиная от приложения, как найти билеты на поезд, на автобус, рестораны какие-то, еще подсказки, такси. Ну, все на свете есть в интернете. Главное просто взять до того, как вы поедете. Потому что в моем случае мне распечатала мама маршрут, как доехать от аэропорта до точки прибытия, и оказалось, что мама распечатала маршрут в десятилетней давности, и он уже не актуален. То есть ты приезжаешь, у тебя, грубо говоря, ни карточки, ни интернета, ничего нет, и ты приезжаешь, стоишь обвешанный чемоданами, подушками, одеялами, и должен как-то еще сообразить, куда тебе двигаться. Ну, главное коммуницировать. Люди очень открытые, все готовы помочь. 90% случаев, что вам помогут, и вам даже чемодан. Мне кажется, в Америке точно вам еще чемодан донесут, может, даже еще чем-то угостят на дорогу. Едя за границу, надо быть готовым к тому, что все люди разные, все национальности разные, у них не совсем так принято, как у нас. Я попала в группу, где было 14 китайцев и я, и все, ну, все из Китая, да, и в следующей группе было так же, и вообще на всей программе из 300 человек, да, 285 было из Китая. Но я была к этому не готова, да, и я не была готова, что китайцы настолько прямолинейные люди. Ну, первое время, когда я приходила на пары, я там старалась там накраситься, у нас же в Шевченко был какой-то все-таки дресс-код, и должен был как-то выглядеть, ну, как юрист, грубо говоря, да, какой-то, ну, не black tie, но надо было выглядеть соответствующе. Ну, конечно, у китайцев они о дресс-коде не имеют ни малейшего понятия, я для них выглядела, ну, симпатично, плюс внешность какая-то, ну, не китайская, да, для них все, что не китайская, для них все, в принципе, привлекательно. И когда, когда уже, ну, с течением времени я поняла, что у меня, едя на 8 утра на паре, нет времени там накраситься и одеться лучшим образом, и я прихожу как-то на паре, и мне моя одногруппника говорят, ты больна? Я говорю, да нет, у меня все в порядке, ты так плохо сегодня выглядишь. Я говорю, да, спасибо большое. Я просто, ну, не накрасилась и не оделась так, как обычно. Я говорю, ну, да, сегодня ты как-то очень плохо выглядишь. То есть китайцы, он не будет стесняться, да, сказать тебе, что ты сегодня как-то не очень выглядишь, или у тебя вот здесь пятно, или вот здесь вытри, а почему ты голову не помыл? То есть для них это, ну, в порядке вещей, говорить друг другу такие вещи. То есть такое, какая-то суперсубординация от китайцев ждать не нужно. Абсолютно точно, что китайцы более трудоспособны и вообще не привыкли работать на износ, потому что, ну, из Украины, да, я приехала, и как у нас работали в УЗИ, и как привыкли работать китайцы, это две разные вещи. То есть ты делаешь, тебе, грубо говоря, дали 100% задание, ты 100% сделал, перепроверил, и можешь спать спокойно. Китаец сделал 100%, сделал еще 20% сверху, и еще 30% набросил так, на всякий случай, 20 раз написал имейл преподавателю, и, в принципе, поспал 4 часа, и готов ехать на паре. Вот как-то так. И мне было очень тяжело с ними конкурировать, меня это очень-очень сильно злило, потому что я делала все, что нужно, а они делали больше, чем нужно, и я на их фоне выглядела отстающей. У них, они мне объяснили, у них такая система заложена с детства, то есть ты поступаешь у них, грубо говоря, в школу или в вуз, и ты все время в рейтинге. Их, ну, миллиарды китайцев, они постоянно в рейтинге, то есть, грубо говоря, твое имя и твоя успеваемость все время светятся. И ты, у них есть три волны успеваемости. Есть топ, есть средняя, и есть низшая. Вот если ты попадаешь в среднюю, ты еще более-менее можешь там трудоустроиться и чувствовать себя в жизни хорошо. Не дай бог ты переходишь в нижнюю, то ты уже там и для семьи позор, и тебе позор, и уже начинаешь думать, что ты никогда в жизни не найдешь работу. А на работе у них как? Если тебе что-то не нравится, то тебя никто не держит, на твое место, ну, там, около 30-40 претендентов всегда найдется. То есть, поэтому они привыкли быть лучшими из лучших. Я всегда, когда возвращаюсь с Америки, я говорю, это ужас, все, это просто кошмар, это не страна, это какая-то жесть. Поскорее бы домой, приезжаешь домой, какое-то провяжуток времени живешь в условии дома, где все понятно, все комфортно, то есть, в своей зоне комфорта и начинаешь думать, блин, может, в Америке было тоже хорошо. Есть какие-то моменты, начинаешь, вот когда начинаешь сравнивать, там, что лучше здесь. Когда начинаешь сравнивать здесь, кажется, что лучше там. В какой-то степени скучаю, мне снится место, где я жила, у меня были хорошие, классные соседи, тоже предпочтительно студенты, поэтому мы так очень дружно жили. Мы такие все были, можно сказать, эконом-студенты, то есть, мы жили в таком самом эконом-жилье, но как-то пятером делили одну ванную, но как-то мы находили между собой очень классный общий язык, и всегда собирались там на ужин, на кухне, потому что у всех были, не знать, не комната, а такая машинная норка, там, в 5-6 квадратных метров, и было проще собраться на кухне, поговорить, там, готовили, кто китайскую еду готовил, кто, типа, американские бифштексы, кто девочка с Уганды нам какую-то там еду африканскую готовила, и мы как бы, система, что все со всеми делятся, и в принципе было хорошо. Но это, наверное, мне просто повезло с соседями, потому что, как я знаю, не всем так сильно везет, как мне. Я бы не сказала, что во время обучения есть вообще возможность работать. Настолько, у нас система какая в Украине, ты приходишь, и тебе максимум дает преподаватель, да, и минимум ты делаешь дома. Ну, это, в этом даже можно с вами не спорить, да, а там наоборот, там преподаватель тебе дает минимум, и все остальное ты, грубо говоря, делаешь сам дома. 30% ты получаешь в классе, 70% ты должен сделать сам. Ну, нету времени лишний раз покушать, не то, что куда-то выйти, где-то погулять. График очень напряженный, там может быть, конечно, это уже зависит, человек уже подстраивается, да, под свой график, когда у тебя там один класс, когда у тебя три класса, в какой-то день у тебя может быть четыре класса, и на все четыре класса ты должен быть там 100% готов. Там есть какой-то teamwork, который заканчивается каким-то проектом, если у тебя, грубо говоря, сдача проекта в какой-то день, то всю неделю у тебя уходит на то, что ты этот проект там подчищаешь, да, какие-то плюсы и минусы, поэтому очень крайне мало было свободного времени, мне хватало времени ну, съездить в спортзал, у меня в университете был классный спортзал, это входило в стоимость обучения, вот, мне хватало времени съездить в спортзал и домой. Возможно, в субботу, в воскресенье я могла где-то выехать в город с ребятами, с соседями своими по комнате или там с ребятами с класса как-то погулять, но так сказать, чтобы у меня было когда-то больше времени, чем один день выходной, то это очень вряд ли. Надо, если ты решился ехать за границу, ты должен быть не готов к тому, что времени свободного у тебя не будет. Ирина, спасибо большое за интересную беседу, я уверена, наше видео будет полезным для многих студентов, которые планируют учиться за границей. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Прагавта, если у вас есть вопросы к Лене, пишите в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok